С появлением интернет-магазинов начали исчезать торговые центры. Автоматизация супермаркетов привела к тому, что десятки тысяч людей потеряли работу. Автомобили с автоматическим управлением стали угрозой для водителей. Искусственный интеллект внедряется в сферу предоставления услуг. 3D-принтеры переформатируют производство, а говорящие смартфоны становятся личными секретарями. Какой будет работа в будущем, неизвестно. Все обыгрывают идею универсального базового дохода. Но тут возникает серьезный вопрос. А какова будет роль человека в ближайшем будущем? И куда мы все движемся как общество? На берегутие. Давайте взглянем на вопрос несколько шире. На протяжении длительного исторического периода мы жили в пещерах, жгли костры и охотились на мамонтов. Затем мы перебрались в отапливаемые дома и автоматизировали процесс изготовления продуктов питания. С течением времени, заботу о жилье, питании, одежде и обеспечении основных потребностей, мы все больше передавали машинам и автоматическим устройствам, способным делать за нас эту работу. И тут мы подошли к поворотному пункту, поскольку в тот момент, когда мы автоматизировали производство, обеспечение практически всех наших потребностей, у нас появилось время и энергия, которые можно направить на нечто другое. Развивать то, что для нас, как индивидуумов, является наивысшей целью существования, что приведет к всеобщему благосостоянию человечества как единого целого. Многочисленные исследования в различных областях уже десятилетия говорят о том, что все мы соединены в единую систему. Счастье и наполнение мы находим в положительных связях между нами. Именно эти связи делают нас более продуктивными, креативными, здоровыми и жизнерадостными. Так давайте обсудим идею создания культуры позитивных человеческих связей, чтобы это стало нашей главной заботой. Но тут нам придется постоянно уравновешивать всплески эгоизма, продвигая ценности, направленные на общественное благо. Подумайте об этом. Нами управляют эгоистические побуждения. Однако, будучи существами социальными, мы также готовы пойти на все ради одобрения общества. Что, если бы мы смогли создать такую позитивную общественную атмосферу, которая изменила бы то, ради чего мы соревнуемся? Вместо того, чтобы сражаться ради личных амбиций, мы соревновались бы за оказание общественного блага. Это означает, что огромное количество людей стали бы активно работать над поддержанием такого общественного настроя. Но вернемся к вопросу о безусловном базовом доходе. Если уж мы пришли к пониманию того, что мир становится глобальной взаимозависимой системой, то не стоит ли нам поработать над обеспечением позитивной связи между людьми? Не это ли должно стать нашей работой? Забота о том, чтобы наши дети росли в безопасной и здоровой социальной атмосфере? Так, вместо того, чтобы выдавать людям базовое пособие, в то время как они конкурируют за прежнюю работу с более продвинутыми роботами, давайте изменим концепцию. Давайте создадим совершенно новую индустрию позитивных человеческих связей. Давайте обучать людей и обеспечивать им доход за использование времени, энергии и изобретательности, чтобы в результате их деятельности мы все смогли почувствовать и оценить благо позитивных человеческих связей. Представьте себе, что производители фильмов, музыканты, педагоги, общественные деятели, маркетологи, все работают на то, чтобы создать лучшее человеческое общество. Именно это может стать работой будущего.